Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели, зрители и гости аудио-видеоблога на канале Ютубе врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 10 июня 2022 года. Местное время 17 часов 41 минута. Киевское и Московское 18 часов 41 минута. Итак, я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение, даже, можно сказать, заканчиваю чтение капитальнейшее и, скорее всего, самое такое в русском язычном, скажем так, вот, мире, да, психиатрическом. Скорее всего, наиболее полная, наиболее детально описанная работа касательно истерии академика покойного Владимира Михайловича Бехтерева под названием «Истерия». Значит, сегодня я заканчиваю чтение этой работы, такой капитальная, большая, фундаментальная, более ста страниц, даже тянет на маленькую такую монографию. Вот. И зачитаю вам дифференциальный диагноз, где это вот истерия, предсказания по отношению к жизни, к выздоровлению. Вот. Дальше. Профилактика истерии и лечение истерии. Такая коротенькая заметочка. Почему? Потому что самая такая продолжительная по времени это был, скажем, патогенез истерии. Но с ним, слава богу, я уже справился, зачитал вам. Итак, дифференциальный диагноз. Истерия – дифференциальный диагноз. В отношении дифференциального диагноза истерия обычно не представляет больших затруднений ввиду характерных проявлений, которыми она сопровождается. Но в иных случаях при сходстве симптомов с органическими поражениями приходится идти путем исключения. Иначе говоря, пояснять, нет ли каких-либо указаний на органическое поражение мозга. Например, неподвижность зрачков, изменение глазного дна, реакция крови, спинномозговой жидкости. Когда таких признаков не оказывается, то все же, не довольствуясь этим, следует установить основные признаки истерического невроза. Например, появление заболевания в связи с бывшим истерическим припадком, в связи с каким-либо резким воздействием, способным вызвать эмоциональный шок, появление при том же быстрое, иногда внезапное. Когда все данные таким образом могут говорить за истерию, то не следует забывать испытания с помощью внушения. Этими принципами следует руководиться вообще во всех случаях истерии, чтобы избежать возможных ошибок диагноза, влекущих нежелательные последствия, например, оперативное лечение там, где достаточно одного внушения, чтобы устранить тот или другой симптом, принуждение к выполнению назначений и к деятельности, прямо вредной для больного. Нельзя затем упускать из виду, что ни одно органическое заболевание, по-видимому, не гарантирует против наслоений истерического характера вплетающихся в органическое заболевание и нередко вводящих врача в затруднения относительно диагностицирования истинного заболевания. Надо замечать, что не всегда мы имеем резкие границы между истерией и невростыней, прежде всего, потому что оба невроза существуют совместно друг с другом. Но все же между обоими неврозами имеются резкие различия. Так, при невростынии мы не имеем ни судорожных припадков, ни судорог вообще, ни контрактур, ни параличей, ни акинезий, ни анестезий кожной поверхности и других воспринимающих органов. Равным образом, внезапное появление и исчезание припадков и бодрое состояние, говорят, снова за истерию, равно как и повышенная внушаемость. С другой стороны, пониженное настроение с колебаниями его интенсивности на разные эпохандрические жалобы, в частности, на неспособность к работе и на скорую истощаемость энергии, составляет основные признаки невростынии. При этом мелкое дрожание, повышенная нервная и мышечная возбудимость относятся к невростыническим симптомам. Но не следует забывать, что невростыния и истерия могут совмещаться в одном и том же лице, и таким образом может быть смешанная картина истеро-невростыния. Следует еще сказать о дифференциальном диагнозе между истерическими и эпилептическими припадками, имеющим большое практическое значение. В этом случае внезапное падение и краткость припадка, 15-10 минут, прикус языка, пена у рта, иногда мочеиспускание, расширение и неподвижность зрачков во время припадка, появление его ночью, следующий за ним глубокий сон, потение, особенно на лбу и полная утрата воспроизведения бывшего припадки – все это говорит за эпилепсию. Наоборот, развитие припадка после волнения или какого-либо шока, постепенное нарастание явлений и, следовательно, устранение ушибов при падении, длительность припадка целыми часами, размашистость, а иногда и ритмичность движений, бред во время припадков, сохранность реакции зрачков, возможность сильными раздражениями изменить течение припадка, говорят за истерический характер приступа. Каталептические явления всегда говорят за истерию. Однако бывают и смешанные припадки истерии и эпилепсии. Прежнее понятие истероэпилепсии относится, собственно, к большой истерии, а комбинированные формы истерии и эпилепсии, согласно моим наблюдениям, представляют иногда картину припадка содержащего явления истерического в начале и эпилептического в конце. Эти смешанные формы до сих пор отвергаются некоторыми авторами, но признаются другими. Значит, я вам скажу следующее, что, в принципе, в наше время это, скажем, задача проведения дифференциальной диагностики между истерией, ну, скажем, большой истерией и эпилепсией, значит, облегчается тем, мы делаем ЭЭГ, электроэнцефалограмму, и если на электроэнцефалограмме имеются признаки судорожной активности или снижение порога к судорожной готовности, то это льёт дополнительную воду на мельницу диагноза эпилепсии. Если же эти признаки и данные отсутствуют или изменения, то это, в добавок ко всему тому, о чём пишет профессор Бехтерев, значит, даёт дополнительный повод для отметания диагноза эпилепсии и признания данных приступов за истерического происхождения. Ну, вот так вот. Дальше. Предсказания. Предсказания по отношению к жизни, если не принимать во внимание особо исключительные случаи, например, с тяжёлой анорексией, представляются вполне благоприятным. Также благоприятным являются предсказания по отношению и к отдельным симптомам, поскольку можно устранить вызывающие их условия. Само собой разумеется, что чем свежее развитие симптома, тем легче его устранять. С другой стороны, нельзя забывать, что устранение припадка не обозначает, конечно, истерии, которая коренится глубже в условиях конституции, с одной стороны, и в условиях среды, не удовлетворяющих больных, и в социальных условиях, с другой. Ясно, что если мы имеем меньше всего возможности исправить конституцию больных, то мы должны своё предсказание сообразовать с возможностью устранения тех условий, которые являются важнейшими рефлексогенными условиями развития болезни. В предсказании должна быть принята во внимание и степень отягощения. Патологическая анатомия. Несомненно, что даже в случаях длительных параличей центральная нервная система не обнаруживает соответствующих изменений в отношении структуры нервной ткани, что недавно было установлено профессором В. Амфимовым на больной истеричке, страдавшей 11 лет параличом. Из всего вышеизложенного приходится прийти к выводу, что истерические или парабиотические реакции находятся в связи с нарушением обмена и с последующими тонкими динамическими изменениями мозговой ткани и ткани узлов вегетативной нервной системы, которые, по-видимому, не обнаруживаются под микроскопом. Профилактика истерии. Если мы обраптимся к вопросу лечения истерии, то прежде всего следует иметь в виду профилактику заболевания, которая, с одной стороны, должна заключаться в устранении всякой изнеженности и всего того, что поддерживает фантазию в периоде развития, необходима физкультура и установление трудового воспитания, вместе с тем существенно важным представляется возможное устранение тех конфликтов и социальных противоречий, которые составляют основную причину истерии. В некоторых случаях при семейном конфликте приходится прибегать к изоляции больных в санаторных условиях. При существовании истощения и малокровия должно быть обращено внимание на питание больных. Здесь уместно усиление питания с помощью всякого рода молочных продуктов – молоко, кефир и прочее. Спиртные напитки всякого рода должны быть исключены. Если имеются на лицо какие-либо половые, в частности, гинекологические заболевания, то они должны быть устраняемы с помощью специальных способов лечения. Кастрация, применявшаяся нередко при истерии в прежние времена, ни в коей мере и ничем не оправдывается. В некоторых случаях, особенно в состояниях истощения, приходится прибегать к кроватной терапии, то есть к помещениям, значит, постельный режим с усиленным питанием по Вейер-Митчеллю. Но во всех других случаях наиболее целительным средством является рабочая терапия в разных ее видах. Ну, как видите, профилактика практически отсутствует. Лечение истерии. Помните, я зачитывал вам патогенез истерии, особенно, скажем так, теорию парабиоза, сочетательных рефлексов по Бехтеру и вообще рефлексологической теории патогенеза истерии. То есть такая обширная, очень такая, скажем, сложная, не совсем понятная. Вот, я тогда уже высказывал скепсис по отношению к тому, каким образом теория патогенеза, изложенная величайшим умом, это глыба, глыбище, понимаете, психиатрической, скажем так, как поле деятельности Бехтерев, я имею в виду. Это действительно феномен, это величина колоссальнейшего, значит, размера. Ну, и вот он, значит, это сделал. Ну, хорошо, а как это может повлиять на лечение? И я тогда прямо скептически и говорил, что никак, абсолютно никак. Я вам скажу больше, что после смерти Бехтерева и его рефлексологическая теория, его вообще это учение, значит, у него было такое мощное, разработанное учение, значит, скажем так, рефлексология человека, социальная рефлексология или коллективная рефлексология и так далее, и так далее. Вот он это свое учение о рефлексах, он, значит, включил и в объяснение патогенеза и истерии. Ну, и что дальше? Академик Бехтерев умер в 1927 году, и все, и все забыли об этом его, скажем так, рефлексологическом учении. Ну, а на лечение, значит, априори, можно было сказать, повлиять никак не могло. Помните, я упомянул о уважаемой мною теории и признаваемой мною теории доминанты Ухномского. Вот. Ну, скажем так, чтобы вы поняли, о чем идет речь, значит, когда человек, страдающий тем или иным душевным расстройством, у него существует определенная доминанта, вот, в головном мозгу, доминанта болезни. Вот. А Ухтомский, профессор Ухтомский, физиолог, потом и академик Ухтомский, видите, у нас уже сегодня потеплело, и уже опять пыльца пошла, так что вот уже и кашель появляется. Да. Так вот, как раз очень заманчиво, очень так привлекательно вот эта теория, значит, доминанты. То есть, значит, надо создать какую-то конкурирующую доминанту, которая покроет, всосет, растворит в себе, поместит в себе, значит, болезненную доминанту. И таким образом душевное расстройство, ну, якобы должно пройти. Да, звучит очень заманчиво, многообещающе, но, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. На практике теория создания конкурирующей, более мощной, заменяющей болезненную доминанту, другой доминанты, она провалилась полностью. И поэтому сейчас никто об Ухтомском и не вспоминает, так же, как и Иван Павлович, то есть Иван, забыл, как его отчество, Иване Павлове, вот так же, как о теории рефлексологической, ну, скажем так, вот, Бехтерева. Хотя клинические, клинические его работы Бехтерева, у него очень много клинических работ, описательных, по психиатрии, по неврологии. Они, конечно, не потеряли свое значение, но вот эти теоретические, эти наполеоновские такие, значит, попытки объяснить, скажем так, вот даже речь идет об истерии, значит, возникновение истерии парабиозом, там, рефлексологическими теориями, они тоже потерпели, в общем-то, крах. В настоящее время никто о них не говорит, никто о них и не вспоминает. Вот. А лечение, вот сейчас вы и убедитесь. Я заранее вам сказал, что лечение будет такое, которое применялось все время. Итак, большое значение, имеет разные виды физиотерапии и электротерапии. Ни хрена не помогает. В некоторых случаях может быть использована и механотерапия, тем более. В числе медикаментозных средств могут иметь значение бромиды. Сейчас уже бромиды не используются. Но я вам хочу сказать, еще где-то в 50-х годах микстура Бехтерева, там было много всяких микстур, вот, с, значит, комбинацией валерьяны и бромидов, брома, да, вот, натрий бром, калий бром, вот, широко используются в России. Видите, бромиды, валерьяна, валидол, барневаль, мы уже не знаем, что такое барневаль, и другие аналогичные средства. А при неврологических болях применимы разного рода противоневрологические препараты, феноцетин, пирамидон, аспирин, понимаете, вот вам и лечение. То есть, симптоматическое, по сути дела. В целях понижения возбудимости анимальной, животной и вегетативной растительной нервной системы я пользуюсь предложенной мною микстурой, представляющей смесь бромов, кальция, адониса, валерьяны и кадеина. Последний применяется в случаях отсутствия запоров. Дело в том, что это опиатный дериват кадеина, а опиум вызывает, в общем-то, запоры. В виссирии огромное значение имеет психотерапия. Ну, вот видите, психотерапия. А где же рефлексотерапия? Только не в смысле иглотерапии. Кстати, иглотерапия могла бы оказать такой симптоматический эффект. Значит, в виссирии огромное значение имеет психотерапия, понимаемая в широком смысле слова. Прежде всего, уже в обращении с больными, врач должен держать себя с большим тактом, чтобы не уронить перед ними врачебного престижа. С другой стороны, при всяком случае врач не должен давать ни малейшего повода к сомнению в полной уверенности в отношении предстоящего выздоровления. Затем, в зависимости от случая, применимы разные формы психотерапии, от метода Дюбуа, убеждения и доводы, до гипнотерапии включительно. Нужно, однако, сказать, что далеко не всегда результаты достигаются простым внушением. Лучше всего внушение совмещать с местными воздействиями, направленными на соответствующие пораженные органы. Ну и всякое вообще мероприятие против отдельных симптомов болезни должно сопровождаться соответствующим внушением в бодрственном состоянии. Особенно желательно применять физиотерапию с внушением о действительности ее лечебного значения. Тут я вспоминаю Фройда. Фрой, как я вам уже говорил, Фройд, значит, ну скажем так, когда он женился, он очень любил жену, он жил же в Австрии, да, 19-й век, и после окончания университета он хотел просто зарабатывать деньги. Поскольку истерия в те времена была очень и очень распространенным заболеванием, ну вот он свой взор обратил на истерию. Он даже ездил, стажировался у, скажем так, у Шарко, да, в Сальпетриере в Париже, гипнозу. До этого он применял всевозможную бальнеотерапию, электротерапию, физиотерапию, массажи. Ну, как человек умный, как человек, скажем так, талантливый, да, он очень быстро и очень скоро убедился, что это всё, скажем так, не то. Не то, что те, значит, надежды, которые он питал и на эти все методы, это в самом начале электро, бальне, вот, физиотерапия, значит, механотерапия, там, массажи и так далее, и так далее. Очень быстро настало разочарование. Дело в том, что эти, естественно, методы лечения применялись косвенным, как косвенное внушение. Вот, потом последовало разочарование от лечения гипнозом. Почему? Потому что, ну, к сожалению, не все больные истерии, вот, хотя вот тут и пишут, и Лёвенфельд пишет, и Моль писал о том, что больные истерии хорошо подаются внушение, ничего подобного. Вот, значит, не так уж и хорошо, а кроме того, для того, чтобы оказать хоть какое-то воздействие, хоть временное воздействие, желательно, естественно, чтобы, значит, такой пациент погружался в глубокие фазы гипноза, в сомнамбулические фазы гипноза. Ну, в общем-то, таким образом, Фройд и, скажем так, разочаровался и в этом деле. Вот, и хотя первая работа, которая, скажем так, была направлена в направлении психоанализа, вот, она была написана им с его старым, намного старше его, ну, скажем, хорошим знакомым, доктором Бройером Вени. Вот, это так называемый катартический метод. Значит, вот они вдвоем написали такую работу, что студия ибо истерия, то есть, изучение истерии, или, скажем так, исследование истерии. Но, к сожалению, к сожалению, опять они столкнулись там, значит, в плане катарзиса с тем, что все-таки пациент должен впадать в глубокие сомнамбулические фазы гипноза, и тогда, значит, катарзис, в общем-то, в принципе, возможен, и, в общем-то, довольно эффективен. И поэтому, значит, вот дальше развитие, значит, понимаешь, на путях использования гипноза он не сможет достичь, и вот таким образом случайно, случайно, совершенно случайно, значит, Фройд использовал, скажем так, в начале, когда он понял, что, значит, гипноз не каждый впадает в глубокую фазу гипноза, он начал, значит, у него возникла идея получать все те же катартические, то есть, достигать катарзиса, значит, очищения, отреагирования в бодрственном состоянии. И вот он начал использовать, скажем так, вот этот прием, который используется при гипнозе, наложение руки сюда, вот, на точку интан или на лоб, давление, вы вспоминаете, у вас появляются мысли, и вот это, значит, после этого, значит, и началось победоносное, значит, шествие, то есть, гипноанализа, психоанализа по всему миру, вот. Ну, видите, академик Бехтерев, вот, и, значит, обращает внимание, вот, и акцентирует внимание, вот, на баниотерапии, на физиотерапии, на гипнотерапии, вот, хотя все это уже Фройд прошел давно и был разочарован в этом, да. Ну, и всякое вообще мероприятие против отдельных симптомов болезней должно сопровождаться соответствующим внушением в бодрственном состоянии, особенно желательно применять физиотерапию с внушением, а действительность ее лечебного значения, ну, скажем, такое косвенное внушение. Кроме того, в отношении общей и местной терапии также существует существенное значение применения мер, устраняющих развитие того или другого симптома или противодействующих его появлению. Например, при контрактуре может быть применена после расправления под хлороформом гипсовая повязка. При развитии истерического паралича вместе с применением электрического тока необходимо поддерживать значение этой меры с помощью внушения и необходимо всемерно возбуждать активность проявления и движения. Ну, вот такое, видите, палеотильное такое симптоматическое лечение. При полном параличе этого необходимо добиваться посредством методически приводимой гимнастики, а если больной проявляет некоторую возможность ходить, то его обязательно нужно упражнять в ходьбе, хотя бы и допуская то или иное приспособление, например, стул. Ну, да, симптоматическое лечение, а мы же читали о патогенезе, о патогенезе истерии. Патогенез, значит, или, скажем так, патогенетическое лечение, это лечение, которое, значит, действует на патологические механизмы развития того или иного заболения, вы видите, ни слова, только симптоматологическое лечение. Необходимо иметь в виду, что в случаях истерии в результате самовнущения могут быть чрезвычайно своеобразные способы передвижения. Один больной монтер, долго страдавший истерическим параличом обеих нижних конечностей, уверовал по своей профессии в необычно целительную силу электричества и сам испросил разрешение, воспользовавшись сухим элементом, приспособить себе электроды к бедрам нижних конечностей, чтобы начать ходить. Это было разрешено и он начал, держа руками два электрода, приложенные к бедрам, передвижение сначала в скороченном виде, а затем постепенно стал выпрямляться и наконец походка его восстановилась полностью. Ну, опять в чем симптоматика? Вот он этот монтер помог, поверьте мне, после очередного стресса или как Бехтер говорит, щекового какого-то события, у него уже будут парализованы либо опять ноги, либо опять руки, опять он будет лечиться вот этим приложением электродов. Понимаете? Вот вам и все. Патогенез. Патогенез или патогенетическое лечение всегда предусматривает воздействие на причину, а не наследство. А вот это лечение, которое я сейчас вам зачитываю и которое рекомендует академик Бехтеров, это по сути дела симптоматологическое лечение, а абсолютно не патогенетическое, на причину не действует. Также и при истерической афонии, то есть скажем так, невозможности говорить или говорить только шепотом, безгласии, приходится возбуждать с помощью местной электролизации активную деятельность. Значит, если вот как этот монтер верит, поможет, а если не верит, то не поможет. Значит, парализованных мышц, между прочим, при безгласии рекомендуется вызывать появление голоса посредством закидывания головы назад, а если этого недостаточно, то можно применять полоскание горла небольшими порциями воды. В общем, какая-то ерундистика, экстрасенсорика. При судорогах полезное применение массажа, полезно, мне нравится слово полезно, полезное применение массажа и поглаживание, опять же, наряду с внушением. Помимо всего этого, психотерапия с характером перевоспитания и укрепления активности, во всех случаях истерии, как она записана в Моноей книжке «Гипноз, внушение и психотерапия», приобретает особое значение. Так называемая сублимация входит как необходимый ингредиент в эту терапию. Вместо психоанализа мы применяем социоанализ, выясняя все конфликтные данные, приведшие к заболеванию и устраняя их соответственными мерами и терапией с характером перевоспитания. В заключение надо сказать, что всякое мероприятие в терапии истерии может приобреть свое особое лечебное значение в случае, если оно связывается с внушением или самовнушением. Кроме того, при истерии особо важное значение приобретает и устранение социальных противоречий того или иного рода и подъем активности больных, между прочим, и применение умственного или физического труда в зависимости от интереса проявляемого больными. А вот теперь сравните, какое колоссальнейшее количество страниц было посвящено патогенезу и в итоге в главе, или тут несколько таких маленьких главок, значит, дифференциальный диагноз, профилактика и лечение, лечение вообще где-то в общей сложности на одном листе или на двух страницах. Вот и получается пшик. сто страниц патогенеза, а лечить нечем. Истерия не лечится. Ну, вот так вот. Хорошо. Значит, на этом я завершил чтение этой интересной особенность, что касается клинического плана, вот, симптомов, описания симптомов, подробное, подробное, детальное описание. Это, я считаю, значит, является большим и большим, значит, плюсом этой работы. Что касается патогенеза, можно считать, что описанный вот академиком бактеров патогенез, он имеет исключительно историческое значение, практически никакого, ну, а терапия, вы знаете, я хочу закончить вот это лечение, да, вот я вспоминаю, был такой в Москве, сам он одессит, Рассалима Григорий Иванович, грек, грек по национальности, крупный невролог, занимался, правда, и гипнозом немножко, так вот, ему принадлежит очень хорошая такая фраза, она мне очень и очень, значит, понравилась, и я ее часто привожу к тогдашнему времени, сейчас, конечно, она уже не совсем подходит, значит, смотрите, в то время и диагностика психических расстройств, и диагностика нервных болезней, она была на высоком уровне, прогноз заболевания был неудовлетворительным, неоптимистическим, ну, а лечение отсутствовало, так вот, Рассалима Григорий Иванович, крупнейший невролог, уважаемый мною, значит, он помнил очень коротко, когда, правда, он говорил не о психиатрии, а о неврологе, он говорил так, диагнозис эксцелленс, то есть постановка диагноза в неврологии эксцелленс это отлично, то есть диагнозы выставляли, действительно, великолепно, дальше, прогнозис пессима, прогноз пессимистический, не знаю, что он имел, прогноз на выздоровление, прогноз, значит, на жизнь, потому что разные заболевания, и БАС, и спина, и сухот, кота бы сдорзались, значит, входило бы тоже в эту неврологию, мультиплосклерозы, вот, значит, множественный склероз, или рассеянный склероз, вот, и сирингомиэли, и так далее, энцефалиты, там, менингиты, и тому подобное, значит, не знаю, но, диагнозис экселленс, или оптима, вот, оптима, по-моему, диагнозис оптима, оптимальная, или экселленс, но я, мне кажется, шел в ритву, это все говорил, значит, диагнозис оптима, прогнозис, пессима, терапия нуля, лечение нулевое, нуля, вот, можно то же самое сказать и о, скажем, истерии, хотя, хотя симптоматическое лечение все-таки с помощью психотерапии, особенно гипноза, внушения, там, в бодзменном состоянии, или внушения в состоянии гипноза, или косвенное внушение, опосредованное внушение с помощью электротерапии, все-таки, значит, какой-то кратковременный лечебный эффект давал, но симптоматический, а на причину, значит, истерии так, никто воздействовать и не мог, собственно говоря, как и сейчас, потому что истерия же никуда не исчезла, она только поменяла название, истерия исчезла, как заболевание, как обозначение, а клиника, она осталась, поэтому и сейчас, да, но все-таки сейчас ближе, мы все-таки, значит, проводим, пытаемся проводить патогенетическое лечение, хотя она тоже носит, скажем, такой заместительный характер, да, вот, скажем так, инсулин при диабете, это, в общем-то, патогенетическое лечение, то есть, патогенет, о чем говорит, о том, что при диабете первого типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, значит, что мы делаем? Мы вводим его в виде инъекции, синтетически, сейчас он синтетический, человеческий, высокоактивный, продленный, значит, инсулины, короткодействующие инсулины, то есть, действие инсулина, оно приближается к патогенезу, то есть, не к патогенезу, а к нормальной физиологии, когда человек не кушает, у него все равно выделяется какие-то небольшие, значит, количество инсулина, и они поддерживают вот сахар крови на нормальном уровне, во время еды, биохимически, значит, гуморально, значит, пища, содержащие уже какие-то зачатки, повышение, значит, сахара в крови, значит, они стимулируют, и клеточки Лянгерганса, это инсулин, продуцирующий клетки по желудочной железе, начинает выделять, значит, большое количество инсулина, ну, соответствующая принятой пищи, и таким образом сохраняется постоянный уровень здорового человека, содержания сахара, скажем, в крови. Так вот, нынешнее патогенетическое лечение, значит, оно и строится на этом принципе, значит, вводится, сейчас есть инсулины, которые даже неделю, вот ты сделаешь одну инъекцию, и он действует в течение недели, как вот этот, значит, пожелудочная железа, которая выделяет инсулин в момент, значит, свободной от приема пищи, но, и создан целый ряд инсулинов, я, например, колю, который сутки, суточный инсулин, вот, и он в течение суток, значит, поддерживает, это так называемый базовый, базальный инсулин, ну, а во время еды, любой еды, значит, естественно, поджелудочная железа не работает, но, 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 значит, я колю инсулин, и таким образом как бы воспроизводится, как бы воспроизводится нормальная физиологическая работа, значит, поджелудочной железы, но не в виде поджелудочной, а в виде, значит, инъекции двух, с двух видов инсулина, вот, вот это и есть, вот это и есть патогенетическое лечение, оно же не излечивает. Значит, излечить – это, скажем так, создать искусственную поджелудочную железу, имплантировать ее, и чтобы она продуцировала как у здорового, нормального человека инсулин. А это патогенетическое, но все-таки симптоматическое лечение, понимаете? То же самое и современное лечение душевных расстройств. Ну, действительно, оно патогенетическое, нехватка серотонина, мы даем, значит, антидепрессант класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, и таким образом мы повышаем уровень серотонина, но это же не устранение причины. Это симптоматическое лечение, все-таки, но, скажем так, симптоматически патогенетическое, потому что электризация или баниотерапия – это чистая симптоматика, то есть, на патогенез оно не действует, а тут оно действует, оно, значит, увеличивает то субстанцию, которой дефицит в организме, то ли серотонин, то ли норадреналин, то ли, скажем так, дофамин, и пошло-поехало, и так далее, и тому подобное. Или, наоборот, уменьшает, например, в случаях использования антипсихотиков, да, этих атипичных, вот, они блокируют эти D2, D3, значит, рецепторы, и уменьшают содержание, скажем так, переполнения вот этих синаптических щелей, в этих мозговых нейронов, от, значит, наводнения допамином уменьшают, и так далее, то же самое происходит и при мании, так что, все-таки сейчас мы будем так говорить, что это патогенетическое лечение, но оно, оно, оно все равно симптоматика, оно не устраняет, оно не устраняет раз и навсегда нарушенный патогенез, все, причину, которую вызвало, так же, как инсулин вводимый, вот, и мною вводимый, он же не устраняет, то есть, я должен постоянно, постоянно, значит, иницировать инсулин, один, одного вида, второго вида, для того, чтобы, в общем-то, имитировать, имитировать или создавать, значит, ну, близкие к физиологическим, значит, процессы, да, в организме, или имитировать работу несуществующей или неработающей поджелудочной железы, и ее, скажем, внутри инкреторной, скажем так, продукции инсулина, вот. То же самое происходит и при лечении, скажем так, душевных расстройств, но все-таки это, конечно, колоссальнейший шаг вперед, потому что, вот я вам сейчас прочел, но это же смешно, сто страниц патогенеза, и одна, две странички лечения, причем, вы же видите, еще и растянуто, ну, вот так вот. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой работы, профессора, академика, Бехтерева, вот, хорошая работа, особенно, я опять повторяю, особенно она полезна и для врачей, и для студентов, и для образованной публики, в плане симптоматики, вот она хорошо описывает симптоматику, клинику истерии, ну, а там в плане, скажем так, патогенеза, кто-то хочет, может прочесть, вот, там есть, конечно, скажем так, такие рациональные зерна, но именно они зерна, вкрапление, вкрапление рациональное, вот, это, ну, я, естественно, я же не мог зачитывать все и выбросить то, что не подходит, значит, все должно быть цельно, и вот это цельная работа Бехтерева, истерия, причем хорошая, капитальная, фундаментальная, обширная, базовая, и так, я, доктор Джордж Горбатов, на этом завершаю чтение и прощаюсь с вами до следующего раза, благодарю, как всегда, как обычно, слушателей, вот, их не так уж и много, но все-таки есть какое-то ядро, вот, может быть, по интересам, вот, значит, кого-то интересуют какие-то вопросы, тот и слушает, ну, такого большого наплыва, которого хотелось бы, я не вижу и не ощущаю, но все равно всем, всех слушателей я благодарю, которые все-таки, значит, интересуются тем или иным материалом, размещенным в моем, скажем так, на этом канале, вот, дело в том, что я вам хочу вот что еще сказать, мы сейчас живем в кризисе, естественно, ковид начал его, сейчас война в Украине, мировой кризис, люди сейчас деморализованы, депримированы, резигнированы многие, а что мы можем сделать, вот, и как вот та лягушка, помните, две лягушки, которые попали в сметану, даже не сметану, а сливки, одна, значит, решила про себя, а что я буду биться, все равно погибла, и утонула, а вторая, значит, продолжала бить, 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 в конечном итоге из этих сливок взбила масло и выпрыгнула, осталась живой, так вот, очень многие сейчас резигнируют, капитулируют перед трудностями, что делать, вот, ничем не занимаются, это большая ошибка, всякий кризис, всякая война имеет начало и конец, всякая жизнь имеет начало и конец, всякая болезнь имеет начало и конец, вот, поэтому и кризис, вот, сейчас мы живем в нем, мы еще, может быть, и пика не достигли этого кризиса, скорее всего, он придет зимой, ну вот, но, сидеть, опустив лапки, и ничего не делать, это, с моей точки зрения, ошибка, мы должны сейчас работать, каждый из нас, должен работать, значит, в надежде, что наступит, значит, после кризовый период, и вот, если тот, кто сейчас будет работать, то после, значит, наступления, ликвидации, вот, отзвучания кризиса, значит, потребность возникнет, и поэтому я работаю интенсивно, я понимаю, сейчас интерес низкий, но, он может вернуться, и он обязательно восстановится, а у меня будет хороший, скажем так, канал, значит, наполненный там, ну, вот сейчас видите, консультации нет, наполненные литературы, и это, и так далее, пожалуйста, готовься, заходи, поэтому я сейчас работаю на посткризисный период, на посткризисные времена, и я рекомендую всем, вам, мои уважаемые слушатели, не опускать лапки, не резигнировать, не капитулировать, а работать, каждый должен выбирать какую-то свою отрасль, и помнить, что всему приходит конец, и кризису придет конец, и если сейчас вы ничего не будете делать, а кто-то будет готовиться к тому времени, то вы окажетесь в невыгодном положении, а тот, кто работает, а тот, кто опять продолжает создавать, и, скажем так, значит, основу, базу, фундамент для работы, для деятельности, посткризисный период, естественно, они будут впереди, а вы будете отброшены, поэтому работайте, 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 самое главное, естественно, выбрать направление, выбрать направление, и активно это направление продвигать. Итак, спасибо, и до свидания. Я, доктор Джордж Горбатов, прощаюсь с вами. До следующего раза. Он наступит сейчас. Все. Бай-бай. Бай-бай.